Хочу сообщить, что то, что имеет место в Тавушской области, то, что происходит вокруг, так сказать, принадлежащих Азербайджану, четырёх сёл, это не вопрос лишь четырёх сёл. Сдавая эти четыре села, аргументируя и обосновывая грязные, нелегитимные советские карты, Пашинян и его хунта совершают государственную измену и преступление, потому что, сдавая эти четыре села, нарушается и разрушается вся оборонительная линия северо-восточной части республики Армения. Не секрет, что в Тавушской области, в отличие от линии соприкосновения Сотхознавар, у нас там есть хорошо укреплённые, находящиеся на высотах и имеющие превосходство над врагом, позиции, которые были подготовлены в течение этих 30 лет. И то, что хочет сделать Никол Пашинян сейчас, это позволить врагу, завладев этими четырьмя сёлами, завладеть также более 10 наших оборонительных позиций. Следовательно, если турки приходят и занимают эти позиции, они получают превосходство, взяв под прицел Тавушскую и Лорийскую области. И самое главное, дорогой народ, мы теряем контроль на нескольких участках, являющихся частью трассы Север-Юг и над межгосударственной дорогой Армения-Грузия. И значит, это серьёзная стратегическая угроза нашему государству, а также интересам Запада. Потому что Север-Юг в будущем должен будет обслуживать, кроме национальных интересов Армении, также интересы Запада. Поэтому это не вопрос лишь четырёх сёл, хотя эти четыре села также принадлежат Республике Армения. Потому что суверенная территория Республики Армения была определена решением Лиги нации и арбитражным решением Вудра Вильсена, а не Алматинской декларацией и картами Сталина, как утверждают вошь и выродок по имени Никол Пашинян и подпевалы Никола Пашиняна. Следующее. Сдача этих сёл Россия пытается поднять в стране волну недовольства. И на этой волне своего агента Никола, как использованного и больше ненужного инструмента, уже отстранить от власти. То есть, согласно этому написанному и обговорённому сценарию, Никол должен будет уйти. И должны будут прийти следующие барионетки Кремля — левоны-кочаряны, ашаки-карапетяны, бананы-миграны, которые скажут народу, что у нас уже нет другого выхода, и мы должны войти в состав союзного государства России и Белоруссии. И таким образом у России есть цель поглотить Армению. Данным шагом также затрудняется вхождение Запада и, в частности, Франции на Южный Кавказ. Следовательно, то, что имеет место в Тавушской области, крайне опасно для суверенитета и будущего Армении. К счастью, по всей видимости, вы знаете и видели, особенно вчерашние репортажи «Полюса» из Тавушской области. Жители Воскепара, Баганис и наших других сёл полны решимости не позволить подобного и очередного заговорческого шага со стороны Николы Пашиняна и его хунты. Они очень холодно и жёстко встретили выродка премьера, а также сказали, что ни в коем случае они не покинут свои дома, не оставят могилы своих отцов и дедов, а также оборонительной позиции. И Никол Пашинян, к сожалению, покинул Тавушскую область. Наши соотечественники в Тавушской области готовы прибегнуть к самообороне. И я сейчас приветствую всех наших соотечественников в Тавушской области. Приветствую подразделения нашей героической армянской армии, которые находятся на этих позициях в Тавушской области. И повторяя призыв господина Сефеляна, говорю вам, народ, крепитесь, организовывайте самооборону. Армянская армия должна не покидать свои позиции, не подчиняться приказам об уходе и отступлении. И мы, Национальный демократический полюс, наряду со своими многотысячными сторонниками, готовы здесь, в Ереване, встать на вашу защиту, поддержать вас. Потому что, повторяю, вопрос будет решаться в Ереване. И ближайшие недели будут решающими. Готовьтесь к восстанию. Дорогой народ, восстание приближается. Готовьтесь и будьте готовы, как я неоднократно говорил, в нужное время, в нужном месте быть рядом с нами, чтобы, причем к ключу, очистить страну от этой внутренней нечисти, от этих вшей и червяков, которые, как паразиты, сдавая и сдавая, придают собственную страну, чтобы сохранить собственные кресла. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube. Субтитры создавал DimaTorzok